Все хотели бы подойти к папе хотя бы на минутку, получить благословение персональное от него, но, к сожалению, так не получается. Видели там какой большой зал. Если бы каждого подходил к папе, то это бы до позднего вечера бы продлилась церемония. Поэтому отец Людвиг сам собственноручно выбрал из этого коллектива десятерых, по-моему, человек, я не помню сейчас сколько, и чтобы каждый не какой-то один подарок нес, какой-то там хлеб с солью, а поручил каждому заранее еще здесь, в Ленинграде, чтобы мы что-то подготовили. Мне поручил, говорит, вот сделай-ка альбом, ну самодельный такой альбом с фотографиями, с текстом, как раз с краткой историей сохранившихся храмов здесь, в Ленинграде. Тогда еще, по-моему, не, уже Петербург. Вот, и мы тогда решили с Петром, с моим сыном, вместе он лучше меня фотографировал, у него хороший фотоаппарат был получше, ну на том уровне, конечно, сейчас вспоминаешь, пленочные еще аппараты были, что давай отснимем все храмы, вот которые возможны. Хорошо бы и интерьер, и экстерьер, и снаружи, и внутри бы его снять. Но в Екатерину мы не пытались, по-моему, проходить, ну и не было там чего снимать, честно, для пап. Вот, а решили фасад, в частности, сфотографировать, и я проезжая из дома, из центра города, ну с район театральной площади на Ковенске, часто видел, что напротив Екатерины делают ремонт того здания, вот где находится дома, и рядом прилегающее вот это здание. Вот, и ко мне пришла идея, что хорошо бы необычную точку, точку съемки, не просто снизу перейти на ту сторону Невского и сделать фотографии, и все, и поставить галочку, что этот объект уже все заснят. А вот попробовать залезть вот на это, на высоту этого здания и оттуда сделать съемку. Но были, по-моему, тогда, да, по-моему, не были ни леса деревянные, по которым бы надо было, по лесенке, и нам бы проще, наверное, было бы так найти точку, какую-нибудь, кто бы нам не мешал, отойти вправо-влево, выбрать какой-то такой момент, чтобы солнце падало, ну такой более выгодный для съемки фасада. Поэтому был подъемник, гидравлический подъемник, с которого то ли они уже заканчивали ремонт и подкрашивали только с этого подъемника, не помню, на какой стадии ремонт этого здания. И вот мы уговорили рабочего, который заведовал этим подъемником, и троем, нет, рабочий регулировал внизу, поднимал, опускал, а мы с Петром сели в эту люльку, встали, и говорили ему, в какую сторону нам вверх-вниз, чтобы разрешил снять. Ну заплатили какую-то там сумму денег ему, рабочему, он был доволен, мы были довольны, пленку проявили, все хорошо, и дубли не надо было делать, и вот Екатерину так сняли. Станислава нам удалось, ну естественно, снаружи, святого Станислава, и внутри еще был там, еще был закрыт как храм, но был еще там зал для показа мод фабрики Ротфронт, меховой фабрики, и мы застали вот этот подиум посередине, кресла мягкие, сцену, и вот директрису, чуть ли не до директрисы ходили, у нас письмо было официально, что вот мы собираемся ехать к папе, разрешите нам снять интерьер вашего завода, фабрики, нашего храма, в скобках. Вот, ну и сделали там, ну света дополнительно никакого не было, такие не очень хорошие снимки, но из окна был там свет, и более-менее хорошие снимки. Успения только снаружи там что-то удалось нам снять, ну Ковенский, конечно, сняли, Сердце Иисуса ездили снаружи, сняли, ну и вот вроде больше других храмов уже не снимали. А, сняли еще вот в Академии, в Духовной Академии, сзади, если зайти во дворик, это Васильевский остров, первая линия, дом 52, зайти во двор, видно часовня Святого Кантия, там что-то можно угадать, апсиду вот эту полукруглую, окна такие, вот оттуда сняли, и саму Академию снаружи, и внутри сняли вот часовню пленей. И этот альбом оформили, обычно альбом купили вот в канцелярском магазине с такими толстыми страницами, с одной стороны уже, по-моему, да, можно было уже печатать на компьютере текст, краткую историю этого сооружения, а на правой стороне цветную фотографию, почти что во весь лист. И вот этот альбом, когда подошла моя очередь подходить папе, Людвиг, отец Людвиг всех представлял, кто такой, откуда, чего, что-то про меня, он там говорил, что вот Ризничий, там много лет Ризничий, что и отец ходил там в храм, все. И вот с папой мы, открыл я ему эту именно страницу, он меня держал за руку, показывал пальцем, это Екатерина, я говорю, да, да, приезжайте к нам обязательно. Вот, ну это не кратковременная такая была встреча, но все равно было приятно подержать за руку, и можно было поговорить, поговорить, пообщаться. Сейчас немецкий я плохо знаю, если бы с нынешним папой так бы душевно, не удалось бы перекинуться пару словами, а вот с этим папой удалось. Субтитры сделал DimaTorzok